Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Обмен опытом. Бобруйский отдел департамента охраны посетили гости из России и Узбекистана. Мы взаимодействуем с органами внутренних дел, с внутренними войсками. Чем удивили зарубежных коллег. Трудовое лето. Свыше 38 тысяч рабочих мест организуют наниматели для студотрядов. Прорабатывается вопрос об участии студенческих отрядов на таких предприятиях, как МАЗ, МТЗ. Какие преимущества? Православная готовится встретить Радуницу. В понедельник, во вторник прийти в храм на богослужение за покойное, а потом на кладбище. Как будет работать общественный транспорт? А также внешняя торговля, аптечные сети и хрупкая красота. В стране выявляют места нелегальной торговли первоцветами. Какое наказание? Сфера интересов. Президент провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга. В фокусе внимания тесное сотрудничество Беларуси с северной столицей России. А результаты впечатляют. Товарооборот постоянно увеличивается. В прошлом году он превысил 2 миллиарда долларов. Речь идет о поставках транспорта, сельхозтехники, нефтепродуктов и продовольствия. В структуре отечественного экспорта в Питере отгрузки продуктов питания стабильно занимают первое место и достигают более 40%. Все это вносит серьезный вклад в укрепление суверенитета и независимости. Нам предстоит большая работа по укреплению нашего союза Беларуси и России, который сегодня является оплотом свободы и правды на пространстве Содружества независимых государств и за его пределами. Конечно же, огромный вклад в это укрепление наших союзнических отношений вносят регионы Российской Федерации. Часто говорю, не было бы наших связей с регионами России в свое время, не было бы и нынешних отношений. Мне импонирует ваш подход к решению задач, которые мы вместе осуществляем. Если уж руководство Питера берется за какой-то вопрос, то решает этот вопрос масштабно, качественно и, самое главное, в срок. Я вас хочу заверить, что такое же отношение будет со стороны Беларуси к нашему Питеру. На повестке дня вопросы логистики и развития контейнерных перевозок через российские порты в Петербурге и Мурманске. Там Беларусь строит свою инфраструктуру. В Бронке отгрузка уже идет. Собираются перенаправить по этому направлению около 7 миллионов тонн белорусских грузов. Сейчас готовятся проекты по модернизации железных дорог. Также стороны затронули темы сотрудничества в сфере культуры и туризма. Контент 18+. Оперативники задержали жителя Горок за распространение порноматериалов. Им оказался 22-летний парень. Молодой человек вел приватный телеграм-канал. Туда он регулярно добавлял ролики интимного характера, которые скачивал с интернетом. Подписка стоила от 15 до 60 рублей в зависимости от содержания видео. Следователями возбуждено уголовное дело. Рост экспорта, регулирование цен и пополнение счета. В Беларуси в связи с праздниками пенсии пособия за 25 апреля выплатят раньше положенного срока. Когда придут деньги. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране значительно выросли объемы экспорта древесины. Отечественную сосну и ель ценят строители. Облицовывают дома, кроют крыши. Раньше сырье уходило в Западную Европу. Но в последний год лесхозы переориентировали рынки сбыта на дружественные страны. Некоторые продукции ищут новое применение. К примеру, билеты планируют использовать для отопления вместо угля, газа и горючего. В Беларуси продолжается совершенствование механизмов ценового регулирования. Март ищет альтернативные способы в помощи к действующей системе. Для того, чтобы определить справедливую стоимость без ущерба для ритейла и переработчиков, проводятся встречи с производителями. Речь идет о разработке дополнительных алгоритмов ценообразования. В стране в связи с праздниками пенсии пособия за 25 апреля выплатят раньше положенного срока. Но во всех регионах даты разные. Так, например, в Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве получить деньги можно будет 24 числа. На Радуницу будут работать только дежурные объекты почтовой связи. Более подробная информация размещена на сайте Белпочты. В Беларуси вводится новое правило работы аптек. Теперь открыть фармацевтическую точку можно только в случае, если в радиусе 500 метров нет подобных учреждений. Исключение – торговые центры. К тому же с июня препараты по рецепту больше не будут продавать в аптеках пятой категории. В основном это коснется частных структур из-за множества нарушений. В республике выявляют места нелегальной торговли первоцветами. Запрет на сбор и продажу растений, занесенных в Красную книгу, действует постоянно. Это связано с тем, что они под угрозой полного исчезновения. Штраф за уничтожение редкой флоры внушительный – от 740 белорусских рублей. Партнерские отношения. Бобруйский отдел департамента охраны посетили гости из России и Узбекистана. Очень символично, что встреча состоялась накануне дня кинологической службы. Поэтому одна из локаций – питомник. Здесь содержат и разводят бельгийских и немецких овчарок. Демонстрацию умений – лишь малая часть работы специалистов ведомства и собак. Основная задача – задержание преступника и поиск по горячим следам. Мы очень тесно взаимодействуем с органами внутренних дел, с внутренними войсками по вопросам подготовки специалистов, дрессировки служебных собак, разведения, выращивания. То есть вопросы проведения соревнований. Между тем гостям провели экскурсию в оперативно-дежурной части, учебном классе и автопарке. Тут же познакомились с техническим оснащением автомобилей и на примере показали пошаговые действия сотрудников Департамента охраны во время задержания. Плюс на деле продемонстрировали, как обучают новичков в стрельбе в интерактивном тире. Хорошие перспективы. Свыше 38 тысяч рабочих мест организуют наниматели для студотрядов. Для молодежи это хорошая возможность не только приобрести новые профессиональные навыки, но и заработать. В каждом регионе уже функционирует как минимум одна бригада. В этом году только в Могилевской области планируют трудоустроить порядка пяти тысяч юношей и девушек. Сейчас активно обсуждаются периоды и виды работ. Прорабатывается вопрос об участии в студенческих отрядах на таких предприятиях, как МАЗ, МТЗ, а также в городе Австровец. Бобруйск-Агромаш, Воздравительный лагерь Бобренок, Бобруйская дистанция пути, Межрайонный домостроительный комбинат. В прошлом году Бобруйским комитетом БРСМ было организовано 53 студенческих отряда. Всего временно трудоустроили 637 человек, из них 348 несовершеннолетних. Стоит отметить, что весенний-летний период – это одно из приоритетных направлений работы молодежной общественной организации. Важные изменения. На Радуницу автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня. Например, интервал движения 13 маршрута на кладбище в деревне Ломы составит от 10 до 30 минут, в зависимости от пассажира потока. На ЧКО будут и сотрудники госавтоинспекции. О чем нужно знать каждому Татьяна Горбач. 25 апреля православные отметят Радуницу. Праздник неразрывно связан с Пасхой. День поминовения усопших установлен для того, чтобы разделить с ушедшими родными великую радость воскресения Христова. По традиции люди наводят порядок на кладбище, благоустраивают места захоронений, зажигают свечи и лампады в память о тех, кого уже с нами нет. В Бобруйских храмах пройдут литургии и богослужения. Как важно, в воскресный день, в понедельник, во вторник прийти в храм на богослужение заупокойное, а потом на кладбище, и там мы совершаем молитву, уже пасхальные, пестопения поим заупокойное, но никак не едим, не пьем там спиртное, а Пасху возвещаем и радуемся встрече с душами усопших. Молитвенно. Мин природы призывает белорусов не украшать могилы родных и близких искусственными цветами. Они не подлежат вторичной переработке и отправляются на полигоны с отходами. Срок разложения от 100 до 500 лет. Еще хуже их сжигание. В воздух выделяются диоксины и тяжелые металлы, поэтому лучше облагородить места захоронений многолетниками или газонной травой. А для тех, кто не знает, с чего начать, в помощь акция «Радуница без пластика». В Бобруйске она пройдет впервые. 25 апреля на Минских кладбищах, начало акции 10 часов, мы будем бесплатно раздавать саженцы живых цветов тем людям, которые пришли на кладбище без пластиковых цветов. Очень радует, что поддержала эту акцию наша Бобруйская городская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. Чтобы большие выходные прошли без происшествий, милиция перейдет на усиленный режим работы. Для оказания помощи и охраны общественного порядка в местах массовых захоронений и богослужений будут выставлены дополнительные наряды. На ЧКО будут и сотрудники госавтоинспекции. Тем, кто планирует посетить кладбище на собственном автомобиле, нужно заранее ознакомиться со схемой движения и построить свой маршрут. Посещая кладбище, помните про пожарную безопасность. Не выбрасывайте горящие спички и окурки. Мусор не сжигайте, а утилизируйте специальные контейнеры. После себя не оставляйте стекло, бутылки, осколки. Уходя, помните, что нужно затушить свечи и лампады. Будут внесены коррективы и в работу городского транспорта. С 23 по 25 апреля автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня. На Радуницу интервал движения 13 маршрута на кладбище в деревне Ломы составит от 10 до 30 минут в зависимости от пассажиропотока. Подробно с расписанием и изменениями можно ознакомиться на сайте горисполкома. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА